Здравствуйте! О главных новостях в Орле и регионе расскажу я, Виктория Панина. Смотрите в этом выпуске. Лоб в лоб. В Амцентске две легковушки не поделили дорогу. Оба водителя оказались на больничной койке. Что стало причиной аварии? У нас работает уже несколько лет такая прекрасная программа «Капитальный ремонт» в виде партийных проектов, спортивных залов. Для будущих побед в Сосковской школе после реконструкции открыли спортивный зал. Потратили почти 700 тысяч рублей. Что появилось нового? Ададуров открыл нам всем окно в Индию. Индивиды Индии. Фотохудожник Владимир Ададуров презентовал персональную выставку. Кто вдохновил автора? Первым этапом будет работа с Лего. Это его программирование, постройка каких-то моделей. Место воплощения идей и возможностей в областной столице вскоре откроет Кванториум. Орловский технопарк соберет талантливых детей со всей области. Чему будут учить? Генеральный партнер главных новостей – кредитный потребительский кооператив «Сберегательный союз». В Амцентске столкнулись две легковушки. ДТП произошло накануне 10 октября. Мерседес и Ситроен встретились лубами на перекрестке в районе улицы Карла Маркса. Пострадали оба водителя и госпитализировали в местной ЦРБ. В областном выставочном центре вновь аншлаг. Там состоялось открытие выставки художественной фотографии Индивиды. Экспозицию составляет 140 кадров одной из древнейших стран мира Индии. Автор проекта Владимир Ададуров постарался передать все ощущения от увиденного в этой стране. Получилось ли? Ответ искала Анастасия Гришна. Таинственная, противоречивая, многими непонятная, но по-своему прекрасная. Страна, как подстать автору выставки Индивиды. Владимир Ададуров готов познакомить вас с Индией. Одно из древнейших государств и 9 дней в запасе. Страна, которую надо принять изнутри и попробовать понять. Индия, говорит, мастер далеко не для каждого. Несколько тысяч фотографий и лишь 140 кадров, составляющие композицию, среди которых поясняет создатель ни одного постановочного. Выставка – вызов для него самого, признается Владимир Ададуров, цель которой – зацепить обывателя. По залам разливаются мелодичные индийские мотивы. Музыкальное сопровождение гармонично дополняет фотоработы. Страна с богатым архитектурным колоритом очаровала автора лицами. Люди в белых одеяниях сменяются теми, кто готовит большой крематорий или заняты утренним омовением в Ганге. Отдельное внимание уделено на выставке проекту «Витражи». Два кадра соединяются путем наложения и создают единую картинку. Зрители признаются – замирают у этих кадров надолго. Больше всего меня привлекла здесь вот эта вот структура именно построения. Хоть тут и, в принципе, замешан фотошоп, но, тем не менее, она выглядит интересным, поскольку здесь несколько храмов и строений. И тут эта древнейшая страна удивила авторам. Из поездки он привез целых 50 подобных работ. Хотя, говорит, порой за месяц путешествий может получиться лишь пара-тройка. Получилось ли передать ощущение присутствия посетителям выставки? Сам автор скромно отвечает. Нет, ну, судя по всему, вроде бы, да. Все, что я хотел сделать, во всяком случае, я сделал. А уж понравилось, не понравилось, это не мне судить. А гости отвечают однозначно. Владимир Ададуров вновь смог удивить. Приятно, что Владимир Ададуров делает такие выставки. Приятно, что он собирает нас всех. Приятно, что он свои эмоции, свои эмоции, пережитые в Индии, привозит сюда и как художник нам это все показывает. Если Петр Первый открыл окно в Европу, то Ададуров открыл нам всем окно в Индию. Его работа уникальная и действительно индивиды, индивидуальны. Индивиды будут открыты для каждого вплоть до 27 октября. Анастасия Гришина, Арсений Куликов. Телеканал Первый областной. Орловчанам станет проще контролировать работу управляющих компаний. Анонсированное еще летом приложение «Сделай Орел лучше РФ» проходит тестовый режим. Уже сейчас жители советского, железнодорожного и северного районов могут оставлять свои жалобы и просьбы. Отображается в приложении и статус выполнения обращения. По словам мэра города Василия Новикова, благодаря новому введению система подачи заявлений станет более прозрачной, что значительно облегчит жизнь потребителей. Ожидается, что новая функция сработает на 100% к середине ноября. В ближайшее время приложением смогут воспользоваться и жители заводского района. «Орел» занял 52 место в рейтинге ставки аренды на квартиры в городах России. Такое исследование публиковал портал «Мир квартир». Как изменился рынок аренды городского жилья в областном центре, расскажет Анастасия Гришина. Здравствуйте. Рынок аренды городского жилья продолжает показывать бодрый прирост. Все типы съемных квартир, одно-, двух- и трехкомнатные, в Орле подорожали. В Орле, как и в других городах России, увеличилась стоимость аренды жилья. К такому мнению пришли аналитики портала «Мир квартир». Эксперты считают, что это связано с выросшими ценами на новостройки. В среднем орловчане сдают однокомнатную квартиру за 9500 рублей в месяц. С начала года стоимость однушки увеличилась на 12%. Больше всего подорожала аренда двушки аж на 30%. Сегодня снять двухкомнатные апартаменты можно за 13,5 тысяч рублей. Месяц аренды трехкомнатной квартиры стоит примерно 15800 рублей. В этом году в региональную казну поступило почти 14 миллиардов рублей. Такая информация была опубликована на сайте правительства Орловской области. Темп роста доходов по сравнению с прошлым годом составил почти 105%. Основная часть поступлений – это налоги на доходы физических лиц и от уплаты акцизов на алкогольную продукцию, а также поступление территориального дорожного фонда. Орловские предприниматели обсудили проблемы развития малого и среднего бизнеса. Совещание прошло в офисе торгово-промышленной палаты. Речь шла о новой системе налогообложения. Инициатором и модератором встречи выступил председатель облсовета Леонид Музалевский. Мы установили ряд серьезных льгот для представителей малого и среднего предпринимательства. И, конечно, мы прекрасно понимаем, что сегодня крайне необходимо поддерживать этот вид экономики, сектор экономики, как малое и среднее предпринимательство. Подводя итоги, Леонид Музалевский рекомендовал представителям бизнеса все предложения в письменном виде направить на его имя для дальнейшего обсуждения с финансовым сектором региона. Орловчане смогут оценить работу налоговых инспекций области. Сделать это можно, заполнив анкету 25 октября в день открытых дверей. Работать управление в день ИКС будут с 9 до 8 часов вечера. Также специалисты ведомства ответят на вопросы граждан и расскажут о льготах и подскажут, как оплатить налоги. На этом у меня все. Спасибо. С новостями экономики нас познакомила Анастасия Гришина. В Сосковской средней школе в пятницу после реконструкции открыли спортивный зал. Его отремонтировали по программе партии «Единая Россия» – детский спорт. В спортзале заменили напольное покрытие, инженерные коммуникации. Ученикам подарили новый спортинвентарь. У нас работает уже несколько лет такая прекрасная программа капитальный ремонт в виде партийных проектов, спортивных залов в сельских школах и капитальный ремонт домов культуры. Домов культуры в этом году мы уже отремонтировали не только по этой программе 47, а вот спортивных залов 110. По словам главы района Романа Силкина, это была последняя школа, где учащихся не было полноценного спортивного зала. Этот национальный проект существует, он действует на территории нашего района, не только нашего района, но и всех районах области, благодаря которому фактически это последний спортивный зал в нашем районе, который получил вот такие замечательные стены. И мы фактически завершили строительство и капитальный ремонт спортивных залов. Теперь в районе ждут многофункциональную спортивную площадку. Исцелять музыкой. 8 лет назад солистка Орловской филармонии Наталья Куприянова создала благотворительный проект «Музыка добрых сердец». За это время средства, собранные во время концертов, помогли детям, больным онкологией. В этом году певица представит свой проект на конкурсе «Доброволец России». Подробности далее. Это сейчас четырехлетний Витя улыбается и радуется жизни. Год назад все было как в страшном сне. Неутешительный диагноз, бесконечные капельницы, таблетки и химиотерапии. Казалось, им не будет конца. На помощь малышу и его семье пришла добрая фея Наталья Куприянова. Вот уже 8 лет проект «Музыка добрых сердец» помогает таким детям, как Витя Максин. Его главной, конечно же, целью является сбор средств для оказания адресной помощи онкобольным детям. Мы все прекрасно понимаем, что, несмотря на то, что сейчас, слава богу, у нас в стране хорошая медицина для детей онко, и большинство из них проходит лечение именно по месту жительства, даже у нас в Орле, и уровень здесь европейский, можно так сказать. Но, тем не менее, есть такие моменты, когда детям требуется лечение за рубежом. Благотворительный фестиваль проходит ежегодно 15 февраля, в День Сретения Господня. Гости концерта могут оставить небольшую сумму в специальной коробке. Все средства идут на лечение детей с онкологией. Что могут сделать творческие люди? Творческие люди могут подарить свое творчество тем людям, которые могут подарить деньги на тех самых деток на лечение. Поэтому я, как творческий человек, в свое время в памяти о своем сыне сделала фестиваль. За время существования «Музыка добрых сердец» собрала средства почти для 20 детей. В этом году проект помог отделению онкологии и гематологии НКМЦ имени Круглой. В этом году впервые часть средств были выделены непосредственно в фонд отделения. И благодаря этим средствам мы закупили необходимые расходные материалы, мы закупили частично недостающие медикаменты, которые не входят в обязательное медицинское страхование. Мы закупили оргтехнику на эти благотворительные деньги. В общем, конечно, это серьезное подспорье. Мы верим и надеемся и внушаем надежду им на то, что они будут жить. Юлия Сабинникова, Ирина Волкова, Андрей Борискин, телеканал «Первый областной». В русском стиле открыть новый сезон решили самоубийцей. Сейчас там проходит заключительная репетиция перед премьерой. Над спектаклем работает вся труппа, в том числе и два новых артиста. Почему выбрали произведение Николая Эрдмана, которое при жизни автора не печаталось и не ставилось в театре, расскажет наш корреспондент. Новая постановка из цикла «Россия. 20 век». В этот раз русский стиль обратился к Эрдману. Это совершенно потрясающий драматург, который, к сожалению, был репрессирован, но всего на два года потом он. Потом судьба его замечательно сложилась, он получил сталинскую премию, потом государственную премию, но уже таких резких пьес, как вот это, вот он больше не писал. Самоубийцу при жизни автора в СССР не ставили по идейным соображениям. Театральная же история этого произведения началась в 1969 году в Швеции, в России спустя 13 лет. Особый интерес к материалу режиссеры проявили в начале 21 века. За 10 лет было поставлено более 20 спектаклей. Однако, по мнению Валерия Симоненко, пьеса до сих пор не нашла должного сценического воплощения. Мы вот над этой пьесой работали. Ну, мы работали там два месяца, это не важно, сколько мы там работали, но спектакль получается яркий и очень серьезный, и он направлен в будущее. Спектакль русского стиля полностью лишен быта. Это основное отступление от Эртмана. В центре внимания трагедия общества и отдельно взятого человека в нем. Значит, так больше жить нельзя. Значит, мне остается. Уйдите отсюда немедленно, оставьте меня одного. На сцене вся труппа стиль игры артистов по Эртману. Радостная манера исполнения, несмотря на царивший вокруг мрак. Четверть пьесы артисты играют в формате анекдота. Стреляется, там, скажем, повод для стрельбы никакой, правильно, человек. Поэтому это роль на сопротивление. Для меня материал трудный. Увидеть новую версию самоубийцы можно будет 12 октября в русском стиле. Наталья Чунина, Арсений Куликов, телеканал Первый областной. Разбираться в видах и типах микробов, писать IT-программу, управлять роботом, пилотировать вертолет. Столько всего интересного ждет свыше 400 детей, записавшихся на обучение в Орловский технопарк. Кванториум расположился во Дворце пионеров и школьников имени Гагарина. Это федеральный проект, основная цель которого – возрождение престижа инженерных профессий и подготовка будущих квалифицированных кадров. Такие центры уже открылись в нескольких российских регионах. Что представляет собой Орловский Кванториум, узнала, увидела и испытала на себе Виктория Иркова. Дворец пионеров и школьников имени Гагарина распахнул свои двери для 420 детей. Столько попали в первый поток детского технопарка Кванториум, который начал работу в Орле с 7 октября. Мы наблюдаем за родителями, за детьми. Родителям очень интересно. Дети приходят с горящими глазами, с восторженными лицами. И нам очень приятно, что наши педагоги и дворец пионеров, и детский технопарк Кванториум оправдал те ожидания, которые от нас ждали жители Орловской области. Подготовительная работа заняла почти год. Закуплено самое современное оборудование, о котором здесь говорят с гордостью. Каждый Кванториум у нас оснащен новыми компьютерами, которые будут позволять детям создавать свои уникальные проекты. Если мы говорим о цехе хай-тек, это сердце Кванториума. Это лазерные и фрезерные станки с ЧПУ. Это абсолютно уникальные 3D принтеры. И это потрясающие педагоги, которые будут обучать наших детей. Кванториум Орел представляет 6 направлений образовательной деятельности. IT-квантум, промробоквантум, аэроквантум, автоквантум, биоквантум и хай-тек. Для меня важно, что они увидят, что биология бывает не только теоретическая, что биология может быть интересна, и главное, что она решает огромное количество проблем, с которыми сталкивается человек. То есть, что биология – это настолько сейчас важная прикладная область деятельности, важно в любых аспектах, с точки зрения зарабатывания денег, если они будут заниматься этим профессионально, с точки зрения занятия научными исследованиями. Первым этапом будет работа с Лего. Это его программирование, постройка каких-то моделей, которые дальше мы можем как выставку устраивать или что-то. Следующим уровнем будет работа с более сложными радиоэлементами. И, наверное, самым сложным будет эта работа с роботом Кука. Дети изучают автомобиль, настоящий автомобиль, на примере радиоуправляемых моделей, на примере конструктора Лего. Кроме этого, они еще получают теоретические знания, должны получить теоретические знания при работе с конструкторскими программами. Элементарные знания для того, чтобы понять, как работает инженер. IT-квантум – это квантум, в котором мы учим IT-технологиям, а во многом – программирование. Это, наверное, самый такой абстрактный из всех наших квантумов, которые у нас есть. Детский технопарк «Орел» создавался в рамках нацпроекта образования и федерального проекта «Успех каждого ребенка». Кванториум – федеральная сеть учреждений дополнительного образования по всей стране. Люди издавна строили арки. Например, для переправы через реку использовали арочные мосты. Конструкция довольно устойчивая. Построить такую переправу могут и юные посетители квантума. Дети не просто проходят обучение в рамках конкретного модуля, но их будут ждать испытания и защита собственных проектов. Сейчас обучаются 420 детей. Они начали обучение по вводному модулю, который продлится 72 часа. И уже где-то в конце ноября, начале декабря будет объявлен набор на следующий трехмесячный вводный модуль. А дети, которые сейчас у нас обучаются, они пройдут тестирование. И по результатам тестирования часть детей продолжит обучение по программе углубленного модуля. А в следующем году детский технопарк придет в отдаленные села и деревни Орловской области. Речь идет о мобильном кванториуме. Этот проект также реализовывается благодаря поддержке Фонда новых форм развития образования Москва-Сколково. И естественно, под их патронажем мы хотим, чтобы все удаленные регионы нашей области, так называемые агломерации, которых планируется 6, тоже имели возможность приобщиться к действию технопарка. Официальное же открытие с перерезанием ленточки будет через месяц. Известна и дата. Это 12 ноября. Виктория Юркова, Ирина Волкова, телеканал Первый областной. Подписывайтесь на нас в социальных сетях и заходите на сайт obladin.ru. Главные новости нашего региона и на экспресс-радио «Орел» на 104FM. Выпуски по будням каждые полчаса с 6 утра до половины 12 вечера. На этом все. Я прощаюсь с вами. До встречи. Субтитры сделал DimaTorzok Дима Торска с 7 по 13 октября в кинотеатре «Современник». Норка от 40 тысяч рублей, мутон от 10. Акция «Меняем старую шубу на новую». Здравствуйте. Время прогноза погоды на Первом областном. С вами Катерина Ясная. Субботу можно охарактеризовать как теплая. Но из-за холодного и сильного ветра она будет казаться почти зимней. Завершит картину неизбежный дождь. Давайте разберемся в подробностях прогноза. Облачно в Амцинске. Дождь небольшой, но его будет сопровождать сильный ветер. Днем плюс 13, ночью температура не особенно изменится. Плюс 12. В Ливнах перемены облачности, а вечером ждите небольшого дождя. Плюс 13 ночи 12 градусов тепла. В Волхове плюс 12, перемены облачности, кратковременные дожди. Ночью тепло плюс 12. В Орле будут моросить дожди с короткими перерывами на солнце. Плюс 13 ночью плюс 12. Ветер юго-западный 8-9 метров в секунду с порывами до 17. Атмосферное давление 746 миллиметров ртутного столба, что в пределах нормы. Это был прогноз на субботу. Оставайтесь дома с Первым областным. Наши партнеры. Кредитный потребительский кооператив «Сберегательный союз». Сбережения под высокие проценты. Ставки до 12,6% годовых. Все сбережения застрахованы. Клиника гармоничной медицины в честь открытия проводит акцию с 1 по 30 ноября «Здоровая нация». На все виды медицинских анализов скидка 15%. Бульвар победы 2. Одеть всю семью сразу можно в магазине «Планета одежда обувь». Ваш любимый семейный магазин. ТМК Грин, Крамское шоссе, 23, цокольный этаж. Гипермаркет «Линия» на Карачевском шоссе, 74, второй этаж. Всем сказочной и счастливой субботы. До свидания. Сбережения под высокий процент принимаете? Конечно, принимаем. Все сбережения у нас застрахованы. Тогда выезжаю. Сберегательный союз. Ставка 12,6% годовых. Звоните 22 20 37. Добро пожаловать в клинику гармоничной медицины. Для вашей семьи лучшие доктора, передовые технологии и доступные цены. Клиника гармоничной медицины. Новая мелодия вашего здоровья. Бульвар победы, дом 2, телефон 78 38 18. Быть стильным теперь в моде. Магазин «Планета одежда обувь» приглашает за покупками. Обновление товара два раза в неделю. Самый большой магазин самых низких цен. «Планета одежда обувь». Ваш любимый семейный магазин. ТМК Грин, Крамское шоссе, 23, цокольный этаж. Гипермаркет-линия на Карачевском шоссе, 74, второй этаж. «Планета одежда обувь» модна, не значит дорога.